Если мясо с ножа Груз или сбранник судьбы И попробуй на вкус настоящей борьбы По традиции райского острова На рассвете солнца Жених должен поднять на руки свою невесту И пронести сквозь эту арку Которая символизирует вход в новую счастливую жизнь Две половины одного целого Наконец, обрели друг друга Скажите, юноша Готовы ли вы посвятить свою жизнь Этому благоухающему цветку? Только попробуй сказать, что не готов Не для того я вез тебя на край света, солнышко Дорогие гости Поздравляйте молодые Мигель А откуда прилетели эти голубки? Русские Говорят, в мире нет женщин краше русских Соберные цветы вбирают в себя больше солнца В моей коллекции как раз не хватает такого цветка Познакомь меня с ней Джонни, ты же знаешь По закону братьев Туристы на побережье неприкосновенные Это наш хлеб Счастье молодым Спасибо Она мне нравится Братья не поймут Когда Джонни влюблен Братья не помеха Мигель Иди реши мою проблему Я не буду повторять дважды Понял, босс Вот и хорошо Пошли Надеюсь, вам понравилась церемония О, да, спасибо большое, Андре Спасибо, спасибо, все было чудесно Напоминаю, в восемь часов вечера мы ждем вас на ресепшен Мы повезем вас на фотосессию Караторским скалам А потом... Спасибо Грация, Андре Все, 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 оставляю вас Макс, я даже не думала, что все будет так здорово Океан, пальмы Только ты и я У нас самая лучшая свадьба на свете Я же сказал, что ты запомнишь этот день на всю свою жизнь Что это? В чем дело? Нам поступит сигнал, что вы замешан в распространении наркотик Мы должны вас обыскать Так, стоп, стоп, подождите Это какая-то ошибка Оставаться на место Есть ордер на обыск Макс, какие наркотики? Не переживай, солнышко, они сейчас уйдут Положить телефон Во время обыск никто, ничто не должен трогать Это нарушение прав, мы иностранные граждане Это ваш чемодан? Да, это мой чемодан У нас здесь закон для всех один Официально Свидетель, прошу обратить внимание А вот и доказательства Вы знаете, что есть наша страна тому, кто распространять и употреблять наркотики? Я понятия не имею, откуда это здесь? Наше следствие разберется Уведите Девинцово Уводите его Макс, скажи В порядке, не переживай, я разберусь И главное, никому не звони Слышишь? Ничего не предпринимай, никому не звони Прошу простить меня, сеньора За то, что мы расстроили ваш вечер Но закон есть закон Извините Не понимаю, какие наркотики Я очень сожалею Мой вам совет, срочно звоните в российское посольство, они должны вам помочь То, что произошло с вашим мужем, это очень серьезно Макс сказал, никому не звонить Я вас очень прошу Пожалуйста, избавьте меня от ваших советов Да, да, извините Я буду внизу Ну что, салага, ты едышка нужна? Да нет, дядя Володя Я только размялся К вам бы на реакции поработать немножко А то в вашем возрасте как-то оно Да ты дерзкий, да? Эээ, аккуратней Шею ему свернешь Ну-ка, дай покажу Смотри Вот здесь в бросок заходишь Левый отвлек, перехватил его И он твой А, хорошо Ну вы чего тут устроили-то, а? Тренируемся, товарищ генерал Да, молодцы Не то слово Здравия желаю, товарищ генерал А Яна где? Да, кстати А где Савельева? Мы без нее работать не можем Ладно Давай выходи Прошу Ничего себе Красотка Неплохо, неплохо Нормально? Круто Я правда думала, что коротковато Была красотка, а стала еще краше Слышь, салага, ты в ее сторону даже не думай Ну как я ее здесь оставлю? Посмотри, посмотри на них Они же передерутся по-настоящему Отвечаешь головой Есть, товарищ генерал Присмотрю Сейчас, секунду Смотрите Пошли Значит, поступила информация Что на Караторских островах Российскому гражданину Максиму Соколовскому Грозит смертная казнь За якобы Хранение наркотиков Есть подозрение, что их подкинули Все произошло во время свадебной церемонии На этих островах модно проводить экзотические мероприятия А, ну понятно Уедут за 3-9 земель, чтобы потом до конца жизни на свои же фотографии любоваться Деньги на ветер, короче Ну так а мы-то чем можем помочь? Все усугубляет тот факт, что невеста арестованного Ксения Дочь засекреченного российского военного конструктора Владимира Барсукова Естественно, что ему и его семье запрещено покидать Россию Вот это поворот То есть невеста выехала из страны незаконно? Ну, видимо так Отцу мы пока не сообщили Во избежание лишних проблем Но невесту нужно вернуть Пока западные спецы не заметили пересечения Ксении границы Так а какие проблемы? Давайте купим ей билет и пусть вылетает Ну, я думаю, что невеста не захочет лететь без жениха Точку, и тем самым она вынуждает нас вмешаться Ну, понятно, в общем, надо освободить жениха и вывести обоих на родину Именно Вот документы, поезжайте Добрый день, вы что-то хотели? Прошу простить меня Я хозяин этого отеля Мне сказать У вас есть проблема Может, я могу быть чем-то полезным Спасибо, я не думаю, что вы можете помочь Да А вы знаете, что иногда они бросают преступник в яму Где много змея? Ммм, ужас Вы шутите? Эти дикари могут сделать все Но у Джонни есть свои люди И я могу просить их о снисхождении к вашему И его даже может и не казнеть Я буду очень благодарна, если вы поможете Но у меня есть Один условие Хорошо Какое условие? Ты правее со мной вечером Ну, а что ты? Не надо делать, ты семья ангел Не подходи ко мне Я закричу Можешь кричать Можешь Это мой отель Хочешь я рассказать тебе Что будет с тобой Если ты отказать мне Не трогай меня Я тебе продам Такая красотка Дорогостой Кто-нибудь помогите А-а-а-а Мигель Мигель Леви целал сотан Подвал ее Подвал ее Андре, виски. Сию минуту, босс. Может, ты тоже хочешь напомнить мне про правила братьев, а? Как я смею? Времена изменились, Андре. Я больше не собираюсь присмыкаться перед этими северными шакалами. Это моя земля. Моя. Запомните все. Вы ничего не видели и ничего не слышали. Хотите жить? Заткнитесь и идите работать. Господин Уоттс, уверяю вас, ничто не может помешать нашему плану по Караторским островам. После этой операции наш общий противник будет очень серьезно дискредитирован. Хочу знать все подробности плана. К сожалению, не имею права раскрывать все детали. Скажу лишь, что главарь местных повстанцев, генерал Уба, патологически жаден до денег. И он сделает все, что мы скажем, чтобы получить управление островами. На этом мы и сыграем. Но военный переворот может дорого нам обойтись. Если станет известно, что мы финансируем генерала Уба и его людей... Не станет. Мы действуем очень осторожно через нашего подставного агента. Уба под контролем и выполнит любую задачу. А потом мы заметим следы. Надеюсь, вы не забудете, кто должен остаться виновником всех ваших злодеяний. Наших, господин Уоттс. Наших. Мне пора возвращаться в Америку. Держите меня в курсе. Хорошего полета, мистер Уоттс. До свидания. Мигель, приведи русскую шлюпу. Только сделай так, чтобы она не орала. Окей, босс. Ну, здравствуй, Джонни. Почему не встречаешь гостей? Добро пожаловать на берег каратории, генерал. Что привело вас в мои края? Сначала обнимемся, брат. Давай же. Рад вас видеть, генерал. Ты помнишь, что бывает с братьями, которые нарушают договор? Поаккуратней, генерал. Турист, дорогой Джонни, платит хороший кэш за свою безопасность, гарантированную братьями. Этими деньгами кормится вся каратория. Ты обесчестил нас, ты нарушил слово. О чем ты, Уба? Я честный бизнесмен. Глупец. Думаешь, меня можно обмануть? Ты хотел скормить крокодилом моего друга. О, сеньор Соколовский. Извините, генерал, я не знал, что он ваш друг. Ты хотел поиметь жену нашего гостя? Спасибо, Мигель, что предупредил меня о появившейся в братстве крысе. Мигель. Прости, Джонни, но закон есть закон. Братья, но мне просто снесло крышу. Твоя жена, она же чертовски красива. Где она? Твоя жена у меня. Прости, брат. Готов заплатить любую цену. Не в этот раз. Уберите его отсюда. Манго, приведи невесту. Наш гость наверняка желает поскорее увидеть ее. Не сейчас. Отвезите ее пока к себе на базу. У меня возникли кое-какие дела. Я приеду позже. Присмотрите за ней. Волосок с ее головы не упадет. Будь уверен. На связи. Генерал, Ксения. На хобби, я сам ее сломан. Девушка очень напугана. Ксения, не надо волноваться. Полная безопасность. Я не позволю, чтобы кто-то обидел наш гость из России. Где Максим? О, нужно немножко подождать, чтобы найти ваш жених. А пока поехать с нами. Туда, где не опасно. Хорошо? Да. Вот и прекрасно. Прошу. Прошу. Уберите здесь все. Теперь вы работаете на меня. А где же тебя искать, Макс Соколовский? О, Макс, смотри, свадьба! Ты, наверное, тоже хочешь так же? Белое платье, лимузин, куча гостей. Ну, все девушки этого хотят. А знаешь что? Что? А у нас будет лучше. Давай уедем с тобой на райские острова. В смысле? Море, солнце, золотой пляж, пальмы. И только ты и я. Макс! Что? Не получится. Почему? Ты же знаешь, что я не могу выезжать из страны из-за папиной работы. Папа тоже. Он не разрешит. А мы не станем его расстраивать. Пускай узнает обо всем, когда вернемся. И тогда отметим свадьбу с белым лимузином и с твоими родителями. Давай. Это да? Да. Да! Счастья молодым! Папа! Папа! Я есть хочу. Накормите. Дайте еды. Ты меня достал. Дайте еды, пожалуйста. Добрый день. Я могу поговорить с вашим начальством? В чём дело? Вы кто? А, испанский. Хорошо. Мы журналисты из России. Нам нужно задать вашему представителю несколько вопросов по делу Соколовского. Россия? Минуту. Дайте еды, пожалуйста. Заткнись же ты. Чё-то неспокойно здесь, как бы нас не закрыли. Не переживай, мы иностранные журналисты. Им такие проблемы не нужны. Добрый день. Я вас слушаю. Добрый день. Мы русские журналисты. И нас интересует судьба Максима Соколовского. Камера нельзя. Окей. Так вот, нас интересует судьба Максима Соколовского. Есть информация, что его держат в вашем участке. Соколовский? Из России? Но в Караторске и полиция вообще нет ни один заключённый иностранец. Ну как же. Его же вчера арестовали по статье о торговле наркотиками. Это плохой статья, но ничего подобное я о ней слышать. А куда же он потерялся-то? Если пропасть русский турист, нужно подавать в розыск. Обращаться к дежурной. Прошу простить, у меня много работать. Спасибо. Спасибо. Ага. Ты хоть что-нибудь поняла? Да, я всё поняла, что он нам врёт. А зачем ему это надо? А ты забыл, что у меня психиатрический профиль? Я всё секу, так что не ври мне. Друг, у тебя есть какая-нибудь еда? Да, да, давай. Слава каратория! Слава каратория! Слава каратория! Будь как дома, дочка. До прибытия русских братьев ты под защитой моей армии. Никого не бойся. Тебя здесь никто не тронет. Спасибо. А Максим? Не волнуйся. Скоро твой муж заберёт тебя. Не волнуйся. Хэлло, здравствуйте. Добрый день. Скажите, в вашем отеле проживает русская, светленькая такая, Ксения Бурсупова. Вы её когда последний раз видели? Вчера она ходила на пляже. А ещё вопрос. Вы видели Ксению в отеле после того, как её мужа арестовали? Не знаю. Столько много людей каждый день. Прости, у меня заказы. Здорово. Привет, капитан. Пойдём, присядем. Присаживайся. Спасибо. Ну, какие новости, капитан? Похоже, Барсуковой прошлой ночью не было в отеле. Опа. А куда она подевалась? Странно. Никто не знает. Или говорить не хотят. Что у вас? Соколовского нашли? Ага, сейчас. В полиции теперь говорят, что его вообще не арестовывали. Часочи, что не легче. Как такое возможно? Ну, допустим, его отпустили. А чтобы не вызывать скандал, умолчали об аресте. Хотя он бы тогда появился в отеле. Ага. Только он не появлялся. Вот именно. Друзья, пока у нас всего лишь одна деревня. Но скоро, когда наши союзники помогут нам, мы выдвинемся в поход, чтобы освободить страну от узурпировавшего власть правительства. Да здравствует генерал Убо! ВИВА! 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 Ксения! Проходи. Проходи. У генерала Убо самая лучшая еда на весь остров. Ты грустишь? Хочешь поговорить с папой? С папой? Нет проблем. Он мой старый друг. Давным-давно я учился в Москве. Ты думаешь, откуда я знать ваш язык? Только не говори, где ты и с кем. Нас могут прослушать враги, если они узнают, где ты. Мы не сможем освободить позже них. Я поняла. Да. Говори. Алло. Алло, папа! Ксюша! Ксюша, доченька! Я второй день не могу до тебя дозвониться. Где ты? Я в другой стране. В какой еще стране? Со мной все в порядке. Я в безопасности. Слава Богу. Ксюша, ну дома мы с тобой поговорим. Пожалуйста, поскорее возвращайся. Ты слышишь меня? Пап! Тут... Пап! Можно я поговорить с папой? Я ему все объяснить. Пап, с тобой хочет поговорить... Друг. Твой друг. Друг. Какой еще друг? Алло. Мы поговорим о том, как освободить твой жених. Манго. Конструктор Борсуков? Да, это я. Да. Слушай меня внимательно. Если ты не хочешь, чтобы твою дочку скушать крокодил, то будешь делать то, что я сказать. Включи видео на свой телефон. У нас очень важный цель. Что вы хотите? Мой бедный страна должен перестать. Служить богатой страна, как твоя. И ты поможешь мне сделать мой план. Слушай меня внимательно. В твой дом есть фудмаркет. В бок 26 лежит новый паспорт и билет. Ты должен лететь на самолет, тебя встретить. И если ты не приедешь вовремя, и если ты сообщи своим спецслужбам, то я пришлю ухо твоей дочке. Тебе нужно торопиться. Друг. Управление ФСБ, дежурный. Слушаю. Теперь у нас есть его номер. Бедная девочка. Ксения, папа сказать, что все будет хорошо. Он сказать, что ты хорошо кушать. Макс, Соколовский, а мы с ног сбились, тебя ищем, а ты тут. Я вас не понимаю. Да ладно, ты что как неродной-то? С досрочным тебя что ли, Максим Соколовский? Вы меня с кем-то путаете. Слушай, мы специально из России приехали тебя спасти, а ты... Как видите, в этом не было необходимости. Всего доброго. Слушай, ты что как неродной? Слушай, ты что как неродной? Слушай, ты что как неродной? Слушай, ты не все. Без тебя, ты не можешь бегать. Слушай, ты не можешь бегать. Слушай, ты не можешь бегать. Ушел, сволочь. Даже он мог деться. Ума не приложил. Тот тип вишневой жилетке как-то подозрительно следит за нами с тех пор, как мы пришли сюда. Да не смотрите так, спугнете. Я же говорил, тоже мне конспираторы. Вы его спугнули. Так может догнать? Сиди. Привет, туристы. Привет. Знаете, с кем я сейчас обнимался? С кем? С Соколовским. В смысле? В прямом. Борзый парень наотрез отказался ехать на родину. А еще в деликатной форме намекнул мне, что не стоит вмешиваться в личные дела их семьи. А в деликатной это как? Пистолетом. С глушителем. Чего? О как. Да, вот так. Так что, женишок наш непростой парень оказался. Я думаю, он подготовленный боец. Барсуков Владимир Григорьевич. Где моя дочь? Следуйте за нами. Генерал. Слушаю, товарищ генерал. Ну, что там у вас? Чем порадуешь? Ну, порадовать особо нечем. Все оказалось гораздо запутаннее, чем мы предполагали. Да вы же не опера, чтобы распутывать дела. Вам нужно вытащить Соколовского и вывезти их с Барсуковой в Россию. Генерал Васильевич, я вам перезвоню. Я знаю, где Ксения. Встречаемся через час на лодочной станции. А если это засада? Ну, вот заодно и узнаем. Погнали. Давай, давай, давай. Мы на месте. Можно выходить. А мы точно туда пришли? Судя по навигатору, где-то здесь. Ох, чувствую засаду это. Грохнут нас и концы в воду. Лучше б ты не каркал. За что нас грохать? Мы же еще ничего не сделали. Тише, тише, пожалуйста. Если узнают, что я разговаривал с вами, меня убьют. Весомый аргумент. Я знаю, куда увезли госпожу Барсукову. Вначале ее похитил мой хозяин Джонни. Потом приехал сам генерал Убо с женихом. Он стрелял в моего хозяина и убил. А Соколовский? Да, это был он. Да кто ж он такой-то? Потом Соколовский велел генералу Убо забрать невесту и увезти ее деревню. И сам точно куда-то уехал. Ты можешь показать, где эта деревня? Я? Нет, я. О, Санта-Мария. Тут кроме тебя и нас больше никого нет. Тебя как зовут? Андреа. Спасибо, Андреа. Да. Краснов. Значит, слушай меня внимательно. Савельеву и Гуляева срочно в аэропорт. Пусть вылетают в Цюрих. Не понял. Мы только напали на след. Поступила информация. Конструктор Барсуков несколько часов тому назад покинул Россию и по поддельным документам прилетел в Цюрих. Необходимо срочно найти его и сопроводить обратно на родину. В случае сопротивления ликвидировать его тайное пересечение границы. Угроза безопасности России. Кстати, вы нашли его, дочь? Ну, почти. Андрюш, в этой ситуации вам необходимо разделиться. Если вы со Строевым не успеете найти Барсукову раньше, чем они получат от конструктора необходимую информацию, то я даже представить себе не могу, что будет. Действуйте. Есть. Ну, что они сказали? Ну, что, что? Как вы вообще могли это допустить? Да кто мы? Я, что ли, их выпустил? Ах, полетят твои погоны, Федя. Да хрен с ними, с погонами. Война бы не началась. Ой. Остается только сидеть и ждать. Вот теперь сиди и жди. А я что делаю? Он уже здесь. Встречайте. Здравствуйте, господин Барсуков. Как добрались? Где моя дочь? Не спешите. Не все так сразу. Что вы от меня хотите? Я предлагаю вам сделку. Вы будете сотрудничать с нашими спецслужбами. Вы умный человек, и я уверен, понимаете, о чем я говорю. Господин Барсуков, мы предлагаем вам не возвращаться в Россию. Я уверен, ваших знаний хватит, чтобы обеспечить достойную старость и вашим правнукам в том числе. Если вы таким мерзким способом, как похищение дочери, хотите добиться моего сотрудничества, то как, по-вашему, я смогу вам доверять? Простите, но своим упрямством вы не оставили нам другого выхода. Сколько раз к вам обращались наши люди? Но вы были настолько непреклонны. Я не предатель. В общем, так. Звонил Вавилов. У нас новая вводная. Володя, ты немедленно вылетаешь в Тюрех. Не-не-не. Чего я там не видел? Я только на депловой режим настроился. А еще с тобой поедет Савельева. Что? Хотя, в самом деле, что тут делать? Да и жарковато как-то. Савельева, говорила. Спасибо за одолжение. Вообще, товарищ капитан, я могу с Савельевой полететь. Я, например, в Германию ни разу не был. Вань, мы здесь не путевки выдаем. У нас с тобой работы и так хватит. Вы летаете в ближайшем триггере. Цюрих, это Швейцария. Понятно. Папаша Барсукова нелегально вылетел в Цюрих. Нам нужно его найти и любой ценой вернуть в Россию. Где лав-то? Я купила билеты. Рейс через час. Такси будет через десять минут. Как ты это делаешь, а? Ты просто богиня. Ну, плюс еще два часа лету. Так что вам нужно торопиться. Удачи, ребята. Парни, будьте осторожны. Ну, пасаран! Капитан, а мы? А мы поедем к Кубу. Нам же нужно освободить девушку из ВОЛАП. Да? Ну и хорошо. Ну, мистер Барсуков, это благородно. Я уважаю вашу позицию, но знаете, как долго моему агенту Максу Соколовскому пришлось охмурять вашу дочь? Максим агент? Что за чушь? Больше года. Он настолько хорошо сыграл роль настырного жениха, что ваша дочь согласилась нелегально покинуть родную страну. Что нам и требовалось. Ведь она ваше уязвимое место. И вот вы здесь. Нет. Я вам не верю. Блестящий план, не правда ли? Мерзавцы. Ну ладно. Хорошо. Что я должен сделать, чтобы вы вернули мне дочь? Расшифровать коды доступа к своему изобретению. Я имею в виду вашу систему. Что? Вы отдаете себе отчет в том, о чем просите? Будьте уверены, если вы этого не сделаете, то дикари-повстанцы скормят вашу дочь крокодилом. Это их любимая забава – смотреть, как трещат позвонки под давлением челюстей аллигаторов. Что ж, я могу расценивать ваше глубокомысленное молчание, как знак согласия на мое предложение. Нет. Нет. Субтитры делал DimaTorzok Я же просил не звонить мне на этот номер Я бы не стал звонить по пустякам Есть вопросы Что-то с генералом Убом Что может случиться с этим болваном? Тогда объясни, что случилось Русские нашли меня Что за чушь? Да, сегодня в отеле один из них узнал меня Пришлось вступить в контакт Надеюсь, ты ликвидировал его? Я пытался, черт возьми, но он Невероятно хорошо подготовлен Он мне чуть кишки не выдавил Ты меня расстроил, Макс Очень расстроил Это не все Я только что из аэропорта Встречал нашу посылку И снова видел этого русского с какой-то женщиной Я проследил за ним и выяснил рейс Знаешь, куда они летят? И куда же? В Цюрих В Цюрих Жди гостей, Вольфганг Что ж, тем хуже для них Мои люди их встретят Слушаю Передай людям, чтобы были готовы Хорошо Ждать недолго Скоро начнется салют Понял Это хорошо Будь готов к запуску Понял Ждем только коды Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова